Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья, большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал синхронное обещание в «ФМ-диапазоне», телерадиоканал «Страна.ФМ». Александр Хайрулина, программа «Лучшее в стране». У нас здесь только лучший из лучших. И сегодня мы невероятно счастливы, потому что у нас в гостях поэт, певец, композитор Александр Новиков. Александр, добрый день. Я не знаю, добрый день, я не знаю, от чего вы, кто больше счастлив, конечно, вы, потому что заманить меня в такой эфир тоже непросто, я вам скажу. Ну, а вы же сейчас не меня лично имеете в виду, наверное, надо комментировать, я тоже не подумаю, как он там оказался. Я как раз имею в виду лично вас, потому что если бы не вы, я бы сюда ни за что не пришел. Потому что это молодежная аудитория, это, наверное, все-таки не мое возрастное поколение, слушает вас в основном. А вот знаете, что я вам скажу, Александр, во-первых, наша аудитория хоть и молодая, но она достаточно образованная, а во-вторых, ну я-то на ваши концерты хожу, я-то вижу тех людей... Так вот, есть молодая аудитория. Я-то вот именно вижу тех людей, там, знаете, ого-го, в разы и разы моложе. Вот такие вот школьники, правда, с родителями, конечно, но с огромным восторгом, аплодируют и даже подпевают. Ну, собственно, что мы должны сказать? Как попали школьники ко мне на концерт, когда у меня в афишах пишут 18+, почему-то? Есть предположение, что, может быть, у них папы кто надо, которые на этом... Скажу вам честно, я до сих пор не понимаю, почему 18+, у меня никакой нецензурщины, у меня никакой пошлятины нет, а песни про любовь, все, и причем светлые совершенно, романтические песни 18+, но, видимо, так это все боятся на всякий случай. Как-то, да, думаю, что вот нет-нет, а в этот раз возьмет и выдаст. Вот так вот, может быть, думаю. Нет-нет, вот у меня все очень достойно, все очень солидно, красиво. Друзья, 31 октября, это уже послезавтра, Государственный Кремлевский дворец. Александр Новиков с юбилейной программой «Хит, хит, хит». Ну, не три хита, их будет гораздо больше, конечно, огромное количество. Просто места на афише не хватило, дописать, сколько их пришлось писать в несколько строк, ограничивались просто тремя словами. Ну, что нужно сказать. Родной город Екатеринбург, он уже посмотрел эту новую программу, и 27 октября в киноконцертном театре «Космос», как всегда, «Аншлаг», «Все рукоплескали», «Хором пели», практически всю программу. Я понимаю, что вы, кажется, сейчас нескромно о себе любимом говорить о концерте, но в целом все-таки хотя бы ощущениями поделиться, как Екатеринбург на этот раз принял Александра Новикова. Ну, как-то неудобно о себе в превосходных таких степенях говорить. Концерт мне понравился. Ну, зал был полный, это, так сказать, не показатель еще красоты концерта. А сам концерт очень был, нам понравился всем, и музыкантам, и мне очень такая, ну, если таким простонародным языком говорить, то это убойный был концерт. Если видео какие-то, может быть, вы увидите в интернете, мы не снимали этот концерт, вот, ну, там видно будет. Ну, друзья, если вы тоже найдете эти видео, это замечательно и хорошо, но лучше, конечно, лично поприсутствовать на концерте, и 31 октября, если у вас такая возможность будет, отправляйтесь в Кремль. Юбилейный концерт, Александр Васильевич, дорогой, 65 лет, и как раз в день рождения. Ну, вот видите, я специально делаю, знаете, я терпеть не могу банкеты, салюты, застолья длинные. А подарки? Ну, подарки любой человек любит, но если подарков не будет, то ничего страшного. Это гораздо, если не будет подарков, это все равно гораздо лучше, нежели сидеть на огромном банкете и слушать, и выслушивать речи, которые ты слышал все 60 лет, и из года в год. Это когда тебе 5 лет или 3 года, ты ждешь чудо на дне рождения своим, откроют коробку, там что-то такое, какое-то чудо, когда ты маленький. Или что-то вообще хотел, хотел и просил. Да, а сейчас какого чуда-то? Ждать неоткуда и нечего. Чудо-юдо, если только до какого. Знаете, я такой на заправке как-то подъехал, и меня заправщица спрашивает, она говорит, у вас есть накопительная карта? Я ей говорю, а мне не на что копить. Она, наверное, выкатила глазки. И она говорит, действительно. Ну, в общем, бог с ними, с накопительными картами. Мы-то говорим про концерт, юбилейный, в день рождения уже седьмой раз в Кремль подряд. Да. Самое прекрасное долгожданное событие, нисколько уж, не знаю, для вас, сколько, конечно, для поклонников, которые ежегодно посещают эти мероприятия, тем более, что надо сказать, что вы в течение года не особо балуете жителей Москвы, гостей столицы, да, вот только в основном этот один раз в году на день рождения. В этот раз седьмой раз и новая абсолютно программа. Что ждем от вас интересного? Будет ли презентация альбома «Девочка огонь»? Несколько песен из этого альбома, конечно, будет. Мы, значит, исходили из чего? Взяли песни, которые в разные годы, долгое время стояли в хит-парадах радиошансоны и других радиостанций на первых местах. Значит, сколько-то недель, одна там, 10 недель. Недель вторая, там, 15 недель, там, 8, неважно. Но долгое время стояли в хит-парадах. Мы эти песни, значит, отобрали, получилось у нас две концертных программы. В одну это не входит. Потом мучительно вычеркивали оттуда... По одной. По одной, чтобы, так сказать, составить одну концертную программу. И, в общем, то, что осталось, это самые-самые лучшие песни, на мой взгляд, которые для этого концерта, вот, в день рождения, они, так сказать, именно придадут, наверное, ему какой-то такой торжественный, светлый облик этому дню. Ну, а что касается премьер, что-то будет совсем-совсем новое, что ваши поклонники еще не слышали? Ну, раз уж назвали хит-хит-хит, нельзя же что-то новое, то, что хитом не было, в этом концерте. Ну, подожди, все ваши песни все равно хитами становятся рано или поздно. Так что один хит-хит-хит состоявшийся, другой будущий, потенциальный и так далее. Можно сделать, да, вообще. Ну, одну песню, знаете, одну. То есть, чтобы не обманывать уже зрителя. Потому что тут станет она хитом, и это вы верите в то, что станет. Ну, а, знаете, это непредсказуемая вещь-хит. Вот я могу... Неужели до сих пор, правда, нет какого-то стопроцентного угадания, угадывания заранее, что вот эта песня, которую я пишу, она будет бомбическая? Вот представьте себе, да, песня бывает бомбическая, но хитом не становится. То есть она известная, популярная песня, но это хит, это, знаете, вот это такая вещь, которая на все времена тебе, потом как визитная карточка. И это подтвердят мои слова любой композитор, любой автор-исполнитель, что вот он написал песню, и ему кажется, что это хит стопроцентный. И я такой же, да, я вот думаю, что да, это будет хит, это не то, что думая, я говорю всем, что это хит стопроцентный. Ждите завтра с каждого утюга. Да, он какое-то время стоит на первых местах в хит-параде, но хитом не становится. Хит это, помнишь, девочка, хит это извозчик. Извозчик. Вот эти два хита, которые, я могу сказать, они написаны более 30 лет назад, и без них никак уже ни один концерт, и вот это моя визитная карточка-извозчик. Как ты хочешь, не хочешь, но это... и шансонетка еще. Да, ну я думаю, что здесь сейчас ваш поклонник скажет, да что вы, что вы, а как же, расстанься с ней. А ведь были еще, а как же альбомы на стихи Сергея Зимина, и так далее, и так далее, и тому подобное. А Барракуда, что о ней можно сказать? Ну такая ломовая песня, но хитом не стала и вряд ли станет. Но песня хорошая, не похожая на другие. Ведь, знаете, у меня основной принцип, вы-то знаете, чтобы один альбом, то есть каждый последующий альбом не был похож на предыдущий. Это правда, да. И каждая последующая песня тоже не была похожа на предыдущую. Чтобы она чем-то вот очень отличалась от других. Чтобы это все мое творчество не было одной большой, долгой, длинной песней. И самое главное, это удается удивить. Мы знаем примеры. Ну, знаем, но не будем называть. Не будем, да. Да, конечно. Вот. И Барракуда, она свое место такое занимает. Она очень такая яркая песня, на мой взгляд. Не могу о ней сказать ничего плохого. В Кремле мы услышим Барракуду? В Кремле нет. В Кремле нет. Так что, друзья, только сейчас у вас есть возможность смотреть и слушать Барракуда. Александр Новиков, страна ФМ. Внимание на экране. В жизни бывает так, сорок десяток дней. Выключим телефон или расстанемся. Музыка бьет не в такт. Бой на часах сильней. Свякнет ли дышка в сон, но не растает все. И по аллеям пляс. Ветер листвой кружит. Плачет за всех одна. Осень красавица. А у двери, как глаз, Кнопка звонка дрожит. Но только тишина К ней прикасается. Как рыба-барракуда От сказочных морей Порвется в сердце грусть Легко и ниоткуда И станет сердце грызть Где было все о ней Под полном из дней Как рыба-барракуда Как барракуда Ящик почтовый сдал Гулки пролет молчит Что поит землю дождь Но не сшиваются Ни с мостовой вода Ни от замка ключи И с ожиданием дрожь Не уживается Как рыба-баракуда От сказочных морей Ворвется сердце грусть Легко и ниоткуда И станет сердце грызть Где было все о ней Под волнами из дней Как рыба-баракуда Как баракуда Как рыба-баракуда От сказочных морей Ворвется сердце грусть Легко и ниоткуда И станет сердце грызть Где было все о ней Под волнами из дней Как рыба-баракуда Как баракуда Как баракуда Как баракуда Лучшее в стране Продолжается программа У нас сегодня в гостях Певец-поэт-композитор Александр Новиков И наша встреча происходит В канун Кремлевского концерта Юбилейная программа Хит-хит Хит 31 декабря В день рождения артиста Добро пожаловать В государственный Кремлевский дворец Будут судя по названию Уже по словам Александра Васильевича Только хиты Стопроцентные Проверенные Хит-парадами радиостанций Что ты хочешь сказать, да? Я хотел сказать Что зрители сейчас подумают Что я пришел сюда Для того, чтобы рекламировать концерт Я совсем пришел Не для этого Но я не могу Не сообщить людям О мероприятии Которые Естественно Телерадиоканал Страна ФМ Рекомендует посетить И это делается Абсолютно искренне Спасибо Дорогой Александр наш По поводу альбома Девочка огонь Замечательные такие слова Опубликованы в Инстаграм Кстати, Инстаграм Сами ведете? Нет Или кто-то помогает? Нет, помогает Помогает, помогает Некогда Вот я не Ну слова-то ваши Каждая песня Это неповторимый Я контролирую то Чтобы не писали От себя тянуто Значит, собрать коллекцию Из них может только время За несколько лет Я их накопил Это писал я лично сам В каждой из них Был свой лед И свой огонь Огня Как оказалось Было больше Значит, здесь песни Которые за несколько лет Последних собраны Да Надо сказать, что понятно Все вашего авторства Но они по духу подходят Друг другу Все эти песни То есть Поэтому и собрал их В одной пластинке Но надо сказать, что Александр Новиков Не только автор стихов и музыки Здесь он еще и художник Ну, не то, что художник Ну, моя идея Сделать такую обложку Ну, в этот раз так А были другие альбомы Были совершенно другие оформления Мой был альбом Который называется Блатной Вот тот я нарисовал Весь сам И обложку И все внутри рисунки Все сделал сам И не только И все предыдущие альбомы Тоже были подобраны Так или иначе Во всяком случае Продуманы С моей, так сказать Подачи Вот в частности Альбом Панты Амура Тоже Там идея моя была Ну, я не к тому Говорю, что я там Великий дизайнер Или художник Но То, что художники Рисовали и дизайнеры Мне не нравилось Один нарисовал Второй нарисовал Третий оформил Ну, не нравится Мне все Я взял и сделал сам А что такое Почему такая простота Вот маленькими буквами Еле заметно А вот вы возьмите И увеличите сейчас Вот эту надпись Девочка огонь И будет аляповато Понятно А где девочка красивая Хочется спросить И многие могут спросить А вот Купят пластинку Откроют И будут искать девочку Нет, они лучше послушают И сами ее В своем воображении Рисовать ее не надо Ее нарисует воображение Человека Каждому свою девочку Человека Который эту пластинку Прослушает А если нарисовать Эту девочку Здесь я тем более Нарисую я Может на эту девочку Никто и не взглянет Поэтому Ее здесь нет Что касается Этого альбома Я может быть так бегло Посмотрела Не обнаружила Никому посвящения Однако вам Александр Посвящают целый альбом Вот совсем недавно Пресняков старший Владимир Петрович Посвятил альбом Очень хочется узнать Из уст человека Кому посвящена Такая работа глобальная С чем это связано Ну ашарашил меня Я скажу честное слово Он звонит мне И говорит Я альбом выпускаю Ну там извозчик есть Инструментальный Он играет Песню мою Извозчик Он сделал из нее Инструментальное Произведение Он взял одно произведение А весь альбом посвятил Вот это для меня Было Значит Неожиданно совершенно Но мы с ним Из одного города Мы с ним Как-то так Очень Уважительно Относимся К друг другу К творчеству Друг друга Вот нас как-то Связывает Много-много-много лет И Наверное Вот Что-то ему Извозчик Наверное Он Хотел сделать Инструментальный Извозчик Давно хотел Я знаю И вот Получилось у него Очень красиво Может быть это некий подарок Может быть да Но это Знаете Он человек Большой А потому В душе всего Многого Он человек Широкий И От такого Человека Это действительно Достойнейший Подарок Горжусь Обнимаю Искренне Александр Такого поблагодарили Да Будет ли какая-то Ответочка В виде Тоже может быть Посвящения Музыкального Не знаю Знаете Это очень трудно Инструментально можно Там слов нет А вот если Уже Со словами Песня Это как бы В панигирик Не превратилось Понимаете Если уже Посвящать Она должна косвенно Каким-то образом Либо напоминать О каком-то событии Либо косвенно Каким-то образом Иметь отзвук В его душе И в моей душе Вот тогда Можно посвящать А что писать В панигирике Посвящение Друг другу Мы можем с ним Стретиться Выпить водки Обняться И говорить Сидеть друг другу Самые красивые слова Да утра Но это не в этом дело Да согласна Абсолютно Что касается Клипа Блатной Который сейчас Появится в нашем эфире Тоже относительно Свежая совершенно Работа Как и Бараку Да Но это совсем другое Это совсем другое Это Очень жанровая песня И очень Я бы сказал Душераздирающая песня Это Судьба Человека Понимаете То есть Трудно вообще Объяснить даже Другими словами Содержание этой песни Это очень глубокая песня Такое Знаете Кажется Легкомысленное Название Блатной А глубина В этой песне Огромная Ну конечно Что по названию Судить точно Не стоит О содержании Песни Ее нужно Обязательно Прослушать И пропустить Через себя Что называется Чем мы Обязательно С вами займемся Но после Небольшой паузы Обязательно Оставайтесь с нами Гитарный бой Весь двор косил Я выбивал его Как мог А он хмелю Всегда просил Ты про меня Сыграй, Санек Он обживал Галдящий двор Под горькой тлел Но слез не лил Когда-то был Карманный вор Но тихо пил И говорил Блатной Жизнь прослестела Будто сабля Я завязал И моюсь Столько тишиной Но так приятно За глаза мне Услышать музыку Где сам я Блатной Блатной И было мне Пятнадцать лет Нам предлагал Курить с болотной Из толстой пачки Сигарет Мы все тянули По одной И в сизом мореве Дыму Не глядя в масть Его борзу Мне выпадало Одному Сбивать струной Его слезу Блатной 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 Жизнь просвистела Будто сабля Я завязал И моюсь Столько тишиной Но так приятно За глаза мне Услышать музыку Где сам я Блатной 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 Он завязал Да не совсем Он за собой Оставил раз Всех по заоблачной Росе Сопроводить Соблудших нас Я у апостола Петра От рая Дерну Ключ дверной Всех запущу Придет пора А мне нельзя Без яблатной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блатной жизнь просвистела, будто сабля Я завязал и моюсь только тишиной Но так приятно за глаза мне Услышать музыку, где сам я Блатной 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 Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина Программа продолжается У нас в гостях сегодня бевец-поэт-композитор Александр Новиков В канун юбилея встречи происходит И про концерт я все-таки скажу, Александр Скажу, скажу 31 октября Кремль, юбилейная программа Хит-хит-хит Пятый раз уже за передачу Совершенно безвозмездно, разумеется Но билеты, да, у меня есть За что отдельное, конечно, спасибо И за альбом Девочка огонь Очередной альбом, Александр И огромное количество восторженных отзывов Все это есть в интернете И чаще повторяются Повторяются вот такие слова Что, ну, не исписался, Александр Васильевич Не исписался, Александр Васильевич С чем связано вот это самое Не исписался? Ну, у меня очень такой Жесткий внутренний сенс Я еще раз говорю Что для меня самое главное Чтобы каждая последующая песня Ничем не напоминала, так сказать Ну, сильно не напоминала, по крайней мере Некоторые уже вторую песню выпустят А уже исписываются на этом А тут более тысячи песен Вот не напоминала предыдущую И каждый последующий альбом Тоже был не похож на предыдущий Ни по духу, ни по темам Ни по содержанию Там, ни по приемам музыкальным И так далее Вот И все это внутри такой посыл Знаете, внутри меня Вот как шутка повторенная дважды Становится глупостью Конечно Так же песни написаны Как одна большая длинная песня Весь альбом Она в одних и тех же звуках С одним и тем же содержанием Одной и той же подачей И очень трудно разделить это все Эту длинную веревку, понимаете Разрезать на куски То для меня это очень постыдное Вообще такое Занятие было бы И я внутренне к себе, конечно Более страшный цензор Нежели зритель и слушатель И любой даже самый страшный критик Я так понимаю Совершенно верно Ни один страшный критик Так не может критиковать меня Как я внутри себя Могу себя просто разгромить Бросить И было такое Что песня написана И все говорят Что надо бы ее выпустить А я вот не буду У меня таких десятка два Наверное песен лежит Ну не нравится она мне Понятно Вот напоминает она мне Что-то из прошлого Из творчества Из других песен Какими-то приемами И не хочу я ее делать Может быть придет время И по-другому как-то Сложатся взаимоотношения Ну когда я уже впаду Видимо в маразм Понимаете Или потеряю память И не буду помнить Что написал до этого Вот тогда да Наверное вернется Ну это если изучить То очень не скоро А что касается написания Правда оно до сих пор Вот на листочках происходит На каких-то клочочках Тетрадках Или уже все-таки Сознание Я скажу вам честно Я не умею печатать на компьютере Одним пальцем так печатаю И поэтому стихотворение Печатать это самое Наверное Безобразное Что может себе Придумать поэт Стихотворение Оно должно быть написано рукой Иногда даже не обязательно буквами А какими-то буквально штрихами Там клочками А этими самыми Чтобы не улетело Потому что это бывает Там доли секунды И раз вот не успел Это и все улетело И не помнишь даже И не вспомнишь И не вспомнишь Помнишь о чем Но как Уже трудно Ведь Это такая Я не знаю Я говорю про себя В данном случае Конечно Я не обобщаю Может быть у кого-то Там по-разному Но из сегодняшнего Так сказать Творцы Которые сегодня В эфире есть Я думаю Что они печатают На компьютере Еще сидя Скорее всего В вестибюле Аэровокзала Понимаете То есть им не нужно Одиночество Особая атмосфера Никакая не нужна Для этого По содержанию Чем больше людей Толпа вокруг И показать Как это делается Мастер-класс Кстати Поговаривают Даже энергетика Другая вкладывается Если именно Печатать машиналь Ритмика И так далее Нет Это уже математика Идет Понимаете Математика Какая-то Это уже Профессия Совершенно другая Это Как швея Мотористка Секретарь Машинистка Поэт Это совсем другое И стихи Это совсем другая Субстанция Ее нельзя Грешно Ее печатать В момент Сочинения Это таинство Золотые слова Я прямо сейчас Очень искренне надеюсь Что огромное количество Молодых начинающих Артистов Просто записывает Если нет То у них будет потом Возможность это сделать Обязательно Посмотрев программу В повторе А если Александр Новиков Вспомнит свои песни Ну того же самого Альбома Везде извозчик Или может быть Что-то еще ранее Написанного Есть ли к самому себе Некие замечания Может быть Ой так я сейчас Разгромлю себя Прямо на глазах У всех Замечания Там есть песни Которые По прошествии лет Понимаешь Надо было делать не так Но это было Другое время Конечно И тогда Они были умеют И они были уместны Вот у Листьева Царствие небесное У него была Любимая песня Юродивый Вот он говорит Вот юродивый Это такое Я говорю Да Песня действительно Это Ее песни Это трудно назвать Этот прямо Какой-то Мини Театр Мини спектакль Эта песня Вот Но она же не может Звучать в радиостанциях Все время Это более развлекательный эфир Я бы сказал Поэтому Эта песня не уместна В эфире радиостанции Это не умаляет Ее достоинств Она нравится Людям Многим Но это не для радио И не для телевидения И вот Я просто грубый пример Привожу И сегодня Допустим Сочинять песню В таком плане Никакого смысла нет Потому что Это было другое время На сломе Перестройка Началась Слом Какой-то Эпохи Из одного строя В другой переход Там Масса всяких песен Было Которые Сегодня бы Просто показались Наивными Смешными И неуместными И непонятными Людям О козле и экстрасенсах У меня Сегодня никто не помнит Кто такой Кашпировский был Кто такой был Чумак и Джуна Многие уже не помнят Они могут не понять Содержание песни Я никогда не стремился К тому чтобы писать Песни на злобу дня Вечером В куплете Утром в газете И прочее Но тем не менее Для концертов Эти песни были нужны Потому что концерт Не может состоять Из одних Грустных песен Или веселухи одной Концерт сольный Это какое-то Разнообразие какое-то Не обязательно с группой А когда просто Творческий вечер Когда ты один С гитарой То есть есть песни Которые Под гитару Они не могут звучать Так как с оркестром Да Вот тоже Девочку огонь Взять Да С оркестром Она имеет Значит одно звучание Если ее начать петь Просто под гитару То она будет Совершенно бедненькая Такая Песнюшечка получится Песнюшечка бедненькая Да Ну узенькая такая И так далее Вот Есть песни Разные назначения То есть Для разной ситуации Я хочу Чтобы нам сейчас Включили видео Фрагменты Которые мы Любезно Которые нам Александр Любезно Предоставил Со своего инстаграма Роза Александр Васильевич Роза Так это Релакс Песня А ведь Был проведен Целый конкурс В социальных сетях На лучшее исполнение Этой песни Я еще не слышал Честно говоря Это проводила Моя пресс-служба Да Да Они так честно пишут Пресс-служба Александра Новикова Я не слышал Ни лучших результатов Ни худших Никаких не слушал Я Просто не было времени Я думаю Сейчас концертом занимаюсь Своим сольным После концерта Я все прослушаю Посмотрю Да Но я думаю Что можно Следующее видео Тоже поставить А что касается Кстати музыкального Коллектива На этот раз Это будет Именно команда ваша Или возможно Еще какие-то будут Приглашены музыканты Нет Я работаю Только со своей командой Она бывает Разная по составу То есть В зависимости от программы То есть От 7 до 17 человек Если струнные Включены там Духовые и так далее То есть Она может быть расширена А так 7 человек на сцене Стихи Есенина И я конечно хочу спросить Александр Есть ли у вас мысль Может быть что-то еще Сделать Совместно с поэтами Серебряного века Ведь есть альбом И есть Есенина Но не один альбом Посвященный Или уже Это вот Сделано все Максимально Это был порыв Это было время Потребность Какая-то души была Я этим жил Не просто сочинял Я жил в этом И я думаю что Приступать к работе Над Есенин Это будет уже Нечто такое Расчетом каким-то Я не рассчитывал Тогда ничего Мне хотелось Это сделать И хотелось Это сделать так Чтобы лучше Этого сделать Было невозможно И я Могу сказать Абсолютно точно Что после меня На эти песни После того что мы сделали Я и моя группа Музыканты были Не только из группы Приглашенные То что было сделано В этом цикле Писать после этого На эти песни Это безумие И в том арсенале Средств Которыми сегодня Располагают Музыканты И вообще Вот Сказать Сегодняшний арсенал Музыкальных средств Он Не предполагает Чтобы можно было Сделать лучше Я абсолютно с вами Соглашусь Здесь вот Искренне Положа руку на сердце Что называется Да Могу больше сказать Значит Максим Лебедев Директор театра Он же у нас Очень талантливейший Человек Не как организатор И администратор Он талантливейший Режиссер И он поставил спектакль По моим Песням На стихи Есенина И вот Этот спектакль Идет В театре Билетов за две недели А то и больше Не купить никогда Он идет Переполненный зал Александр Я думаю Что здесь Обязательно Нашим зрителям И слушателям Но вдруг Есть несколько человек Которые не в курсе Что речь идет О Уральском государственном Театре эстрады Художественным руководителем Которым вы уже Несколько лет Успешно являетесь Восемь лет Восемь лет На секундочку Боже Уже восемь лет Мне кажется Вот только вчера Это назначение случилось Мама дорогая И Максим Директор Генеральный директор Директор театра Составил спектакль На Есенинский цикл В зале Очень много молодежи На сцене Молодежь у нас играет Молодые артисты И этот спектакль Идет просто фантастический У него успех Непонятный совершенно То есть Понятный Но непредсказуемый мною Я Честно говоря Участие в постановке Спектакля И в идее не принимал Это была его идея Я честно говоря Не думал Что это будет иметь Такой успех И даже был против того Чтобы его ставить В театре эстрады Но тем не менее Он это сделал И это самый у нас Такой Популярный И самый Аншлаговый Аншлаговый Самый кассовый спектакль Когда театр вам достался Восемь лет назад Я думаю Многие помнят Во-первых Достался он Мягко говоря В ужасном состоянии Понятно Потом скандалы и прочее Но все-таки хочется Чтобы Но пусть это не хвастовство Константация фактов За восемь лет Сделано огромное количество Очень успешных Программ Наверное даже Мирового уровня Если можно так выразиться У нас сегодня Такой уровень спектакля Я скажу Что в Москве Такого уровня нет Я не видел Не знаю У меня Лебедев Ходит по всем Шоу Смотрит Ездит в Америку В Лас-Вегас И смотреть Вот эти зарубежные шоу Чтобы оттуда Что-то перенять Лучше Мы сейчас Покупаем спектакль В театр Новую технику Новые проекторы Новые совершенно Всю световую технику Это будет вообще Такой прорыв Я скажу Что сегодняшнее шоу Оно без Такой техники Уже Не зрелищно А гастроли В Москву планируются? Возможно Когда-нибудь Увидеть нам Вот это вот Хотя если вы говорите Что у вас сам Передавая техника Если в Москву Мы приедем с гастролями Тут очередь будет стоять Знаете какая Просто 2-3 спектакля дадим И будет стоять очередь Километровая Ну в общем Хорошо Значит надо каким-то праздником Приурочить Это может быть К новогодним Или еще К чему-нибудь Такому подобному Ну надо думать Это Знаете Мы сами не можем Ничего решать У нас театр Это правительственное учреждение Это учреждение правительства Светловской области У нас есть еще Различного рода Припоны Такие как Министерство культуры И так далее Это припоны Ну конечно Это всю жизнь припоны Для артистов И для творческих людей Министерство культуры Это всегда было Припоном Я не помню Случая Чтобы кто-то Из великих Говорил Что министерство культуры Так помогало Что прямо Вот он Расправило крылья И дуло ему В эти крылья Прямо Раздувало воздух И благодаря чему Он летает до сих пор Неужели так будет вечно? Я думаю что камни Только подвязывали На шею да за ноги Понимаете Я хочу с вами теперь поговорить О центральных каналах Конкретно о проекте Три аккорда Вот буквально опять Минувшие выходные И снова мы наблюдаем С огромным удовольствием Вас Александра Новикова Других артистов Будет и еще один сезон Я так понимаю Прямо сейчас Ну я получил приглашение Буквально на днях Значит с февраля С первых чисел февраля Начинаются съемки Нового Нового цикла Что там будет еще Не знаю Но у нас пожелания Вот у меня в частности У Александра Розенбаума Потому что вы являетесь Два самых главных жюри Которые не меняются никогда Да Мы не меняемся Но и мы как бы Наиболее активные Наиболее последовательные В своих пожеланиях И вот у нас пожелание такое И мы все-таки его доведем до конца Чтобы в этих передачах Было больше жанровых песен Во-первых Чтобы меньше пели наших песен Потому что оценивать свои Это как-то не очень корректно И не хочется Вот Но это же приятно И меньше попсы Ну приятно Мы же не для себя Ведь передачу эту делаем Мы делаем передачу для зрителя А зрителю попса Она не очень интересна Для этого есть другие передачи И те, кто смотрит три аккорда Которые любят Зрители, которые любят этот жанр Им лучше Жанровые песни И мы все-таки Эту идею Так сказать Проводили Но в этот сезон Мы немножко не успели Эту идею продавить А сейчас у нас есть время И мы, так сказать Понимая И ратуя за то, чтобы передача была популярной Чтобы она была интересной Есть определенные требования И оно, значит, ну Естественно совершенно Чтобы было больше жанровых песен Потому что популярные Ну можно посмотреть по другим каналам Конечно, конечно Но больше удовольствия приносит Или некая усталость? Ну здесь об усталости говорить Я бы не стал Потому что раз уж ты пошел туда Сниматься и работать То об этом говорить неловко Раз... Да, согласие в конце концов Да, добровольно абсолютно Да Передача снимается ночью Ну далеко за полночь Часов до трех Да, далеко за полночь Ну начинается где-то в районе Восьми-девяти вечера Заканчивается иногда В четыре-пять часов утра Поэтому Знаете, к утру уже Шутить не так хочется Понимаете, дубли снимаются Несколько, ну там И так далее Есть свои особенности в съемке Да, то есть это технический процесс Ну надо сказать, что очень деликатно Невероятно Там, конечно, у вас Ну как бы вы в жизни таковы, конечно С Александром Яковлевичем Но и там, казалось бы, где можно было Прямо пожестче сделать Ну вы подбираете слова И очень интеллигентно В этом и есть самое главное искусство Нас как членов жюри Потому что если я буду говорить Прямо то, что я думаю То там и так-то Некоторые впадали в истерику Не буду называть фамилии То это будет Ну с одной стороны Очень жестоко А с другой стороны Не нужно Это зрителю Зачем? Ведь передача Не для этого сделана Для того, чтобы Привести человека На съемочную площадку И уничтожать его С высоты Своего положения Да, мы признанные Так сказать Ну, мэтры Не люблю этого слова Называют так, по крайней мере Ну, заслуженные В этом жанре люди Будем так говорить И не только я И Розенбаум Там и Михаил Шуфутинский И Любовь Успенская Ну, мы свою Мы очень разные Мы очень Значит, не похожие Друг на друга Но мы Все прожили Большую жизнь И достигли В общем, достаточно Больших успехов В этом жанре Поэтому наше слово Оно имеет какую-то цену И те, кто В эту передачу Приходят Поучиться Чему-то Выслушать Несмотря на то, что Многие могут быть Даже ваши мировесники Практически Да Раз ты пришел Из другого жанра Начал Пришел в эту передачу То в этой передаче Есть свои герои Есть свои Так сказать Специалисты Есть свои Педагоги Грубо говоря И так далее Конечно Вот И лучше было бы Конечно Чтобы слушали Те, кто поумнее Значит Они Они выслушивают И делают Советы На следующую передачу Человек приносит Песню Учел Смотришь Знаете Человек Видно, что Действительно А некоторые Так Пытаются доказать Что Нет Вот Они уже великие И зачем Сюда пришли Они и сами не знают Удивительно Смотреть Да на некоторые Испуганные глаза Хотя У человека все в порядке Там как-то С выступлениями С узнаваемостью Но выслушивая Слова жюри Как-то прям Кажется Некоторые даже Немножечко Подожди Почему-то все боятся Больше всего меня Понимаете Говорят Новиков там Сейчас скажут Вот сейчас Ну это даже По передаче Видно Да Даже некоторые Артисты Хотя Ну я не так страшен Но Честно говоря Я не вижу Ничего такого Чтобы я Позволил себе Или сказал Такого обидного Человеку Я стараюсь Быть объективным Я всегда объясняю Почему я Такую точку зрения Высказываю Почему я поставил Такую оценку Я стараюсь Объяснить свои действия Чтобы человек понял А не просто потому Что мне не понравилось Бывает так Что мне и не нравится Но оценка высокая Так тоже бывает Так тоже бывает Мы ждем С нетерпением Нового сезона Проекта Три Аккорда Я хочу вот что Спросить Александр Долг ли еще Век шансона Как вам кажется Ну как знаете В фильме Приключения итальянцев В России Так как кричал Там один герой Мафия бессмертна Так вот я скажу Шансон бессмертен Все вот эти Так сказать Псевдожанры Как нынешняя попса Это все Такие Рэппо Ну рэп Это вообще не культура Это что-то Какое-то дегенеративное явление Абсолютно чуждое Нашей культуре Российской Оно не приживется никогда Это веяние моды Пришедшее к нам оттуда Где оно является культурой Вот они Пусть оккультуриваются Этим рэпом У нас это Для меня это дикость Вообще Она долго не протянет Мы будем говорить Об искусстве Не о бульварных Вот этих вот Воплях Которые называются Рэпом Там и так далее Вот шансон Это очень древний жанр Да Он меняется Трансформируется А все вот эти Попса Вот это все Рэпы Попса Там Попсина И так далее Это все Дети лейтенанта Шмидта Понимаете Это все Это все Ответвления От шансона Которые Откололись От него Или еще Не совсем Откололись Потому что Шансон Это большое Большое Что-то такое Необъятное А все остальное Мелкое Из него Произошедшее В корне Вообще Любого жанра Сегодняшнего Лежит Шансон Ну а что касается Новых имен Я же прекрасно понимаю Вы Да Конечно Александр Яковлевич Розенбау Безусловно Михаил Шуфутинский Ну разумеется Любовь Испенская Да А на смену Вот здесь Знаете Беда большая Помог бы кому Да не вижу Сегодняшний Жанр Шансон Конечно Претерпевает Изменения Он не может Стоять на месте Он не может Быть архаичным Он должен Быть Значит В ногу Ити со временем И вот В частности В моих альбомах Тоже Это прослеживается Но он все равно Не должен Отрываться Двумя ногами От того От той большой Льдины На которой Он стоит Или от того Континента На котором Он стоит И поэтому Меняться Он может Но не до Такой степени Сегодня В эфире Радио Шансон Появилось Много Совершенно Песен Которые К этому Жанру Не имеют Абсолютно Никакого Отношения Совершенно Раньше В русское Радио Такое Не брали Потому что Говорили Что это Не формат Даже для Русского Радио А сегодня Уже В шансон Притащили Вот Ну Я не стану Критиковать Политику Радиостанции Возможно Там Коммерческая Какая-то Составляющая Диктует Свои Условия Я буду Говорить О том Чем Занимаемся Мы Я и Мои Коллеги Но К сожалению Сегодня Ярких Имен Таких Вот Ярких Взрывных Каких-то Проектов Не люблю Тоже Это слово Проект Взрывных Каких-то Идей В этом Жанре К сожалению Пока Не вижу Ну Одно радует На наш Товик Хватит Дагуст Вас Ваших Альбомов Которые Тоже Будут Жить Вечно Ну А там Может быть Кого-нибудь И пошлют Сюда Сегодня у нас В гостях 31 октября Концерт В Государственном Крюлевском Дворце Юбилейная Программа Хит 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 Шестой Раз Это Хорошо Или В какой-то Момент Я думаю Что просто Александр Васильевич Уже Может быть Психанют И скажет Люди Подумают Что билетов Просто Никто не покупает Что это самое Столько раз Повтори Это Я повторяю Для тех Кто только что К нам присоединяется В силу разных На то причины Чтобы они Поняли Может есть еще билеты И чтобы позвонили Непременно Потому что следующий концерт Когда будет в Москве Александр Васильевич Когда Через год 31 октября А после него 31 октября Только уже 2019 года Поэтому Торопиться непременно Надо В чем вы будете На сцене Ну это же всегда Роскошный белый костюм Удивительно Какие-то потрясающие Рыбашки пошиты Или вообще Брусничные Я до сих пор Просто считаю Если я скажу Что в тело греки И в керзовых сапогах Вы знаете Может быть билеты Сразу и раскупят Никто не поверит В это никогда Это может быть Какой-то вы выйдете В таком образе Под одну Под две песни Я буду в таком Красивом костюме В котором можно петь Мимо тональности Даже так И вообще не петь Просто стоять Просто стоять И играть Аккорды какие-то Перебирать на гитаре Аккорды мимо играть Ну это что-то Опять такое Что все скажут Вау Да Ну у меня костюмы Шьет Традиционно Портное Значит мастер Очень большой Это Игорь Пронин Так что костюм От Игоря Пронина Но вы целиком Полагаетесь на него То есть он говорит Вам Александр Васильевич Сейчас в моде Вот такой вот Оттенок Нет Он говорит Не то что в моде А то что идет Тебе В этом Отличается мастер Потому что можно Шить то что в моде Но это человеку Как правило Часто бывает Не идет Он смешон в этом Да Он смешон может быть Да А он мастер Он художник И мне нравятся его костюмы Поэтому я хожу в них А мне кажется Тут еще и дело в вас Потому что То как вы это Можете благородно представить То в общем-то Вы можете Украсть абсолютно Любой костюм Ну прямо Вы мне Такие комплименты Говорите Можно ведь Такой костюм Одеть Что со смеху Умрут Ну в общем Любопытно Нам нет Все таки В чем-то Мне кстати Телогрейка С керзовыми сапогами Очень шла Я вам скажу Мне тоже говорили Комплименты Вы знаете Говорит Александр Вам так идет Телогрейка Особенно без ворота Это когда Когда как раз Была арест Когда находились там Когда я в лагере был Да Там вот телогрейка Не хотели все Комплименты даже делали Там по форме Положено телогрейка Без ворота А вот кстати Как так получилось Александр Тогда 6 лет Все Очень много Об этом сказано Очень много Написано Очень много Интервью на эту тему Казалось бы уже Ну невозможно Там подобное Неподобное Повторение Или вообще Хоть какой-то Вот с законом Непонятная история И вот это вот Двухлетнее травление Трехлетнее Трехлетнее Даже Оно закончится Буквально Самое ближайшее время Да И вот те кто занимался Успокойте пожалуйста Поклонников И те кто занимался Фабрикация этого дела Они сами сядут На скамью подсудимых Вся вот эта Отребья Вся вот эта Банда этих негодяев Она вся Получит по заслугам Ну однако Нервов потрачено Очень много Надо сказать Ну я человек железный Знаете Рассчитывали как раз На то что Нервов не хватит Сил не хватит Денег не хватит Хватило и того И другого И третьего Ну в общем Самое главное Что никто Не пострадал В том смысле Что дома Запущены В эксплуатацию И все В полном порядке Дома сданы В эксплуатацию Сегодня нет Никаких Причин для того Чтобы продолжать Это дело Но они цепляются Уже за соломины Потому что Как только дело Придется Его придется Закрывать Его закроют Значит Наступит момент Спросить А что же это было И за что Почему это было И кто виноват В этом деле И кто должен Понести за это Наказание Я понимаю Что совсем Конечно И разное время И разные причины Но если сравнивать По Наверное Восприятию Этого Сложнее Когда было Тогда Или сейчас Тогда сложнее Было конечно Тогда я был Неизвестный человек Сегодня Понимаете Так просто Со мной Уже не расправишься Как тогда было Это невозможно Сегодня сделать Ну вы понимаете По каким причинам У известного человека Всегда есть поклонники И влиятельные люди И все таки Мнение на большого количества Уважают Да Мнение большого количества Людей Подводников Это же миллионы Понимаете Людей Которые Так просто Нельзя сегодня Со мной взять И расправиться А в то время Да Можно было Взяли Арестовали Закрыли Но тем не менее Все таки Правда взяла вверх Ведь Верховный суд Потом признал Что я невиновен был Отменили этот приговор И к сожалению Никто из этих Кто этот приговор Ляпал Понимаете Стряпал Не понес наказание Ну я не злопамятный Бог с ним Значит Они и так Несчастные люди Потому что на них Ярлык Понимаете Этот повешен Я человек Богом меченый Поэтому покусившиеся На печать Божью Они все равно Все понесли Какое-то наказание Бог все видит Я хочу вот что сказать Что ни одно интервью Не хочу никого Обижать И себя В том числе Конечно Но придется Это сделать По искренности Конечно По глубине Но может быть Еще и в силу Ограниченности Времени Все таки Выделено на программу Всегда Не сравнится С фильмами С книгами С книгой В которой Ваша биография Рассказана Невероятно Искренне Проникновенно И Судя по всему Очень-очень достоверно И я просто Очень хочу Напомнить всем Если кто-то не смотрел На официальном сайте Есть все Это у Александра Записки уголовного барда Это книга Которую я читала В свое время С огромнейшим удовольствием И плакала И смеялась И И настоятельно Рекомендую всем Правду прочитать Если она Сейчас еще доступна Как-то для чтения Она доступна Почему? Если она на моем сайте Есть Можно скачать На магазине Можно, наверное, купить Ну и фильм настоящий И там тоже все Очень-очень-очень подробно Документальный фильм Там и песни Там и исповедания Какие-то истории Очень много Там правда все Видео исторических И Действительно После этого Вопросы все Абсолютно отпадают И Только Уважение Которое у тебя И без того было Невероятного размера Оно еще Умножается Каким-то чудеснейшим образом В разы, разы, разы И занимает уже Галактический масштаб Ты, Саша И я, Саша Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю Дорогой наш Александр Я вас очень сильно люблю Я знаю, что мы И весь коллектив Телерадиоканал Страна вас очень-очень Сильно любит Поэтому С наступающим Поздравляем Днем рождения Или лучше Просто желаем Что-то Днем рождения Поздравим Да что хотите Да, наверное, оставаться Оставаться Вот как можно дольше Таким Таким же Молодым Красивым С потрясающим Чувством юмора Самым искренним Настоящим Непокобелимым Да Дорогая Саша Я тебя тоже очень люблю Поэтому я и пришел В эту передачу Не любил бы Ни за что не пришел А 31 октября Мы, все любящие Александр Новик Отправляемся на юбилейный концерт Хит-хит-хит В Государственной Кремлевской дворце Конечно, слушаем новый альбом Девочка огонь И ждем с нетерпением Новых работ Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо Программа «Лучшая в стране» Спасибо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ